Вкладываю инициативу, с кем я еще не знаком, я Дмитрий Кузьмин, я руководитель отдела инвестиций компании Стартапверт. Очень часто все решают, что я просто мальчик, который двери держит. Это не совсем так. Я то первое звено общения между инвесторами и проектом, который иногда помогает, а иногда наоборот отбудивает от проекта. Но не об этом. У нас сегодня формат, как уже Александр говорил, 5 плюс 5. Верно? 5 плюс 7. 5 плюс 5? Все-таки. Но независимо от этого прошу авторов быть краткими, потому что можно их 5 минут не уложить. Первый проект у нас по степени правовой биржи «Трелой Р.Ю.А». Добрый день. Меня зовут Андрей. Сегодня я вам хочу представить юридический интернет-ресурс. Это правовая биржа «Трелой Р.Ю.А», которая позволяет клиенту найти юриста, юристу найти клиента. Текущая ситуация по проекту. Мы на сегодняшний день в состоянии стопроцентной готовности. То есть проект работает, развивается, зарабатывает денежку. У нас уже более 3,5 тысяч юристов, зарегистрированных на проекте. Как вы видите, более 50 тысяч человек, которые обращались уже на наш ресурс за помощью. Это или консультации, или уже более детальные, более предметные заказы. На данный момент выполнено более полутысячи платных заказов на платной основе, с которых наша компания получает, собственно говоря, свой процент. И также у нас в стадии развития находятся 3 ресурса. Это Россия, Казахстан и Беларусь на разных этапах развития. От чего мы отталкиваемся, когда говорим о нашем поле деятельности, о наших возможных доходах? Примерный рынок, оборот рынка юридических услуг Украины – это 1 миллиард долларов в год. Рынок юридических услуг СНГ в 10 раз больше. Почему мы считаем, что наш ресурс может быть полезен всем тем, кто имеет отношение к этому рынку? Для юристов наш ресурс полезен, потому что среднестатистическому юристу, который не является членом крупной большой компании и команды, очень тяжело себя раскручивать, очень тяжело работать по поиску клиента, потому что не хватает специализированных знаний и средств для того, чтобы сделать нормальную маркетинговую программу. Таким образом, ему на помощь приходим мы и предоставляем платформу, ресурс, где он, зарекламировав себя, зарекламировав свои знания, может получить клиента. Точно так же мы полезны и для клиента, потому что мы даем им возможность сравнить сразу же несколько юристов интересных им, сравнить их профессиональный уровень, сравнить их ценовые категории и, собственно говоря, выбрать уже для себя исполнителя, с которым будет строиться дальнейшая работа. У нас есть ряд интернет-ресурсов конкурентов, которые в чем-то схожи на наш портал, но полностью все возможности нашего ресурса не включает в себя ни один из них, поэтому одни из этих сайтов занимаются суток консультациями, другие занимаются суток продажей юридических услуг, но в очень ограниченном спектре специализации или ограничиваясь только одним городом. За счет чего мы зарабатываем деньги? Собственно говоря, основной доход идет от генерации элитов, то есть от того, что мы подбираем клиентов и продаем этих клиентов юристам. Также мы зарабатываем и на продаже рекламных блоков, разных поисковых статусов на сайте, продаже правовых документов и посадочных рекламных страниц для юристов. На что мы рассчитываем? Мы трезво оцениваем ситуацию на рынке юридических услуг, понимаем, что наш ресурс будет интересен не абсолютно всем юристам, крупные компании, которые стабильно работают с большими клиентами, не нуждаются в поиске дополнительных клиентов через интернет-порталы. Но, тем не менее, мы рассчитываем занять на протяжении 5 лет хотя бы долю в размере 1% как юридических услуг Украины, так и юридических услуг СНГ с соответствующим эквивалентом прибыли. Наши предложения инвестору от 25 до 45 тысяч долларов. Эти деньги нужны порталу на рекламу, а также на развитие площадок в России, Казахстане и Беларуси. У меня все. Спасибо. Вопросы? Тут аудитория, вот экспертов. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Мы занимаемся SEO. У нас на данный момент посещаемость нашего портала уже 250 тысяч уникальных пользователей в месяц. Это только украинский сайт. Прошу прощения, стоимость 450 тысяч долларов или 45? О, прошу прощения, 450. 450 это уже процедура комплексного развития мировой сети сайта. Ну, тогда все довольны. А, да, прошу прощения, пожалуйста. Сколько уже отправили SEO? Точно говорить не буду. По-моему, на уровне 40 тысяч долларов. Что вы предлагаете за 25? Часть в основном капитале оговоривается отдельно. Ну, соответственно, соразмерная часть дальнейшей прибыли. А вы свои деньги инвестировали? И свои, это был стартовый этап, и на более поздних этапах привлекали инвесторов также. В основном деньги инвесторов ушли как раз на сейл, на расходе. Как прибыльные? Нет, очень много повторных продаж. Дело в том, что мы на более поздних этапах развития ресурса сделали ставку раздела юристов, которые мы продаем лиды, выделили из них партнеров. То есть уже наработанных юристов, которые являются качественными. Я не это имею в виду. Понятно, что у юристов у вас ограниченное количество, вы с ними возитесь, они вам платят деньги, и у них повторные платежи есть. Я сейчас говорю о другом. Люди, которые зашли к вам, сгенерировали лид, и вы его продали юристам. Вот этот человек, он уже после этого уходит в безраздельное пользование юридической компанией, или вы потом еще какой-то лид от него иногда можете получить и перепродать? Вот это я думаю. Получаем от него лид и так же. У меня один вопрос. Как вы ведете сейчас развитие своего продукта? Как часто вы общаетесь с клиентами юристами и с клиентами, которые заказывают их строительство? У нас вообще без принцип работы построено общение. То есть у нас есть небольшой колл-центр до пяти человек, которые, собственно говоря, занимаются подготовкой предпродажных лидов. И, соответственно, это предусматривает собой как общение с клиентами потенциальными, как уже оставившими заявки на получение юрислуги, так и потенциально заинтересованными в получении юрислуги. И соответствующая подготовка, тоже диалог с юристами в другой стране. Меня не совсем не интересует лидогенерация, потому что я, Наталья, с вами выбираю вопрос. Как вы улучшаете продукт? Грубо говоря, вы общаетесь с лорами, которые у нас не устраивают определенные функции, не устраивают. У вас есть такая система или вы не изменили? Конечно. Если мы планируем глобальные изменения, мы делаем опросы среди своей аудитории. Точно так же у нас на этом портале есть своего рода соцсеть, как для клиента, так и для юриста. Небольшая в рамках проекта. На которой идет постоянный обмен мнениями, предложениями по улучшению проекта. Но они в основном исходят у юристов, как и более инициативные аудитории. Спасибо. Еще вопросы? Все довольны? Благодарю. Спасибо. Спасибо.